Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Это и реконструкция парка Победы, строительство кванториума и целый ряд других проектов и объектов. Давайте сразу тогда немножко про добавку ваших проблемных от вас болевых точек. Немножко отложу вопрос, перейдем сразу тогда к благоустройству парка Победы. Вот прямо сегодня с утра началось благоустройство, туда зашла фирма, которую по тендеру отыграла администрация. А второй подрядчик за деньги Русала уже его определяет, этого подрядчика определяет компания Русал. И пока там какой-то, ну я позволю это слово, затык случился. Скажите, в чем дело и как? И как дальше быть? Есть ли опасность, что опоздаетесь по срокам сдачи объекта? Я сегодня приехал, собственно говоря, в рабочую командировку, потому что у меня сегодня есть встреча с мэром города. Он, несмотря на то, что в отпуске, тут краткосрочно, но он на месте, в городе, он работает. И мы договорились сегодня встретиться и сверить часы, в том числе и по тем вопросам, за которые мы отвечаем. Далее у меня будет встреча с нашими специалистами на ГК. То есть мы занимаемся этим вопросом, я лично этим вопросом занимаюсь. Он стоит на контроле. Да, и это про Парк Победы, это в том числе и сегодня будет заслушивание работ по Кванториуму. Поэтому вопросы на контроле, занимаемся ими, можно сказать, в повседневном режиме. Поэтому я вас уверяю, все будут работы сделаны в срок, как мы запланировали. А в чем проблема с определением подрядчика? То есть вы настолько пристрастны, никто не устраивает, не подходит под ваши требования или... Ну, у нас, в принципе, такие же процедуры, как и у государства. Компания крупная и придерживается очень жестких регламентов. Да, мы проводим торги. Вот мы проводили в два этапа торги по подрядчику по Кванториуму, завершили их весной. И сейчас активно уже работаем. То же самое и с Парком Победы. Мы завершаем свои процедуры и обязательно выйдем в ближайшие дни туда, на объект. Тогда уже раз затронули Кванториум, хочется знать, как там идут работы. Насколько успеваете к новому учебному году? У нас весь график работы изначально был спланирован, чтобы в три месяца успеть работы. Ну, и даже не летних, а до 1 августа стоит по контракту сроку подрядчика. Потому что август мы еще берем на том, чтобы то оборудование, которое по соглашению с городом Министерство оборудования закупило, оно имеет гарантийные обязательства, ему надо еще правильно со специалистами подрядной фирмы, которая поставщик, установить, разместить в отремонтированном новом здании, чтобы к 1 сентября уже... Железобетон начался учебный год. Да, весь объект уже был готов под ключ. И, как вы правильно сказали, начался учебный год. Здесь нет опасений? Ну, опасения есть всегда. Поэтому главное, чтобы мы эти вопросы каждодневно, еженедельно в режиме контролировали. Их сейчас надо просто контролировать. Все организационные моменты, финансовые моменты, они уже решены. Сейчас главное – это контроль за ходом работы, за всеми этапами. У нас активно идет кампания в городе по сбору подписей за строительство капитального моста через Чулыма. Как вы считаете? Ну, тут мнения власти разошлись. Депутат Чернышенко, который, собственно, инициировал этот сбор подписей, депутат Законодательного собрания, он считает, что мост нужен, потому что, вот, смотрите, люди поддерживают. Мэр Александр Токарев, собственно, он эту тему и обновил на повестке дня, сказал, что у нас на правом берегу столько проблем, что заниматься строительством моста пока нецелесообразно. Как вы считаете? Я знаю об этой инициативе депутата Чернышенко, с уважением отношусь к нему лично и к его инициативам. Они, ну, как правило, выдержанные. Он житель города, и он коренной здесь Ачинец, и знает все проблемы городские очень хорошо. И как депутат городского совета в прошлом, и теперь как депутат Законодательного собрания. Ну, конечно, сейчас очень важно понять, как жители города и жители Ачинского района к этому отнесутся. Потому что, действительно, проблем-то много, денег, как обычно, на все не хватает, надо выделять приоритеты. Поэтому, мне кажется, очень хорошая инициатива с точки зрения выявления мнения жителей, для того, чтобы, заручившись их поддержкой, в том числе, определить эту стратегию для города дальнейшего развития. Это же не просто мост, это же и развитие другого берега Чулыма. И в этом плане, конечно, для нас это будет очень важно, как житель на это отреагирует. И это может добавить просто нам силы, уверенности в реализации этого проекта. Еще, как бы, обращусь к депутату Чернышенко. Он заявил буквально накануне у нас в эфире, сказал, что к строительству моста, если такое случится, должна подключиться в том числе и компания «Русал». Как считаете, у этого есть перспективы, у этой идеи? Стратегически мы заинтересованы, как спонсор городских проектов, чтобы все-таки не мельчить, если можно так выразиться, не заниматься, так сказать, каким-то латанием там бюджетных дыр, а все-таки реализовывать более крупные проекты. Мы к этому идем, начиная с 2017 года, когда мы стали участвовать в объектах комфортной городской среды, в благоустройстве. И это первый этап Парка Победы, и сквер Металлургов, и улица Кравченко. И сейчас вот уже более крупный проект по Парку Победы и по Кванториуму. Это вот все те, опять же, стратегические задачи, которые мы сами себе поставили вместе с городом, чтобы участвовать в крупных проектах. В этом плане это ложится в эту нашу, так сказать, еще раз повторюсь, такую стратегическую задачу участвовать в крупных проектах. Но, так сказать, конечно, надо смотреть, сколько это будет стоить, в какой мере мы должны поучаствовать и так далее. Поэтому будем добиваться и внутри компании того, чтобы принимать участие именно в таких крупных проектах. Не мельчить, хорошая формулировка, но перейдем на Ачинский район. Впервые вы заключили соглашение о сотрудничестве на 15 миллионов, но при этом администрация района, видимо, такая установка сразу была, что они тратят эти деньги, используют эти деньги на закрывание давних дыр. Ремонт окон, полов в школах, в садиках, кровлю где-то поменять. А планируется сотрудничество вот как раз более глобальное? Ну, например, парк? Ну, вы правильно очень сказали, что в этом году у нас первое соглашение с Ачинским районом. За много лет у нас такого сотрудничества не было. Но мы в этом году заключили такое соглашение. И это очень хорошо и правильно, что теперь такое соглашение есть. Я думаю, нам будет намного проще и легче получать бюджетирование внутри компании на следующие годы. Во всяком случае, у нас именно такая задача и такая договоренность, что это не одноразовое соглашение, а мы его будем ежегодно заключать с Ачинским районом. Мы каждый раз будем готовы обсуждать параметры соглашения и будем стремиться к его увеличению. Потому что район большой, проблем очень много. Мы просто в этом году согласились с предложениями новой администрации Ачинского района, что пусть они деньги потратят на те первоочередные вещи, которые они нуждаются в чем. Тем более, что много сельсоветов охвачено сегодня внутри этого соглашения. И так же, как и с Ачинском, конечно, мы хотели бы стремиться к тому, чтобы участвовать в более таких крупных, значимых проектах. Это будет еще очень многое зависеть от того, как мы сумеем Ачинский район включить в те краевые, федеральные, государственные программы, которые существуют. А их очень много. И действительно, администрации района надо активно работать, чтобы в них встраиваться. И там, конечно, как и в примере с городом Ачинском, есть такие аспекты, когда нужно какое-то софинансирование спонсора, для того, чтобы заявляться на бюджетные деньги. Давайте вернемся, добавим от вас. Ваше видение городских, районных вопросов, которые вы считаете необходимо решать, и есть ли возможность их решать? Еще раз повторюсь, АГК в первую очередь сосредоточилась на протяжении уже нескольких лет, и дальше у нас такая стратегия на благоустройстве, на дорогах, на ремонте дворов, может быть, на помощи в каких-то отдельных еще мероприятиях. Мы в этом участвуем, мы это помогаем делать. Но это как бы вот то, что сегодня у нас на поверхности. Мы планируем строить мини-полюс, мы уже активно работаем на той земельной площадке, которую город выделил для этого. У нас есть планы по строительству и развитию здесь биатлонной лыжной базы. Ну, а еще раз повторюсь, очень важно, какие будут перед нами ставить вопросы и задачи депутаты городского совета, администрации города. То есть, какие пожелания у жителей. И от этого зависит, куда вкладывать дальнейшие наши усилия. Ну, главное, чтобы у вас деньги всегда были в кармане для Ачинска и Ачинского района. Ну, для этого надо, чтобы предприятие работало, мы его стараемся модернизировать, вы об этом знаете, не теряем рабочие места. Увеличили в этом году серьезно и подоходный налог, который, ну, за счет повышения зарплаты работникам ИГК вложится в городской бюджет. И в этом плане, конечно, залог нашего устойчивого развития, как предприятия, так и города, это работа предприятия. В этом году особенный день города. Праздник все равно никто не отменял, хоть и отменили народные гуляния. Пользуясь случаем, поздравляйте Ачинцев с Днем города. Дорогие Ачинцы, искренне поздравляю вас с предстоящим Днем города. Желаю вам хорошего настроения на предстоящие выходные. Несмотря на все ограничения, праздник должен состояться при любой погоде. Будет фейерверк. Еще раз желаю хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне. Мы вместе, предприятия, город и жители. С праздником! Спасибо. Я напомню, что мы общались с Александром Сергеевичем Дроздовым, заместителем директора алюминиевого дивизиона по спецпроектам компании «Русал». Спасибо. Вам спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok